Наринмар на три дня стал международной площадкой, где парламентарии государств Баренцева региона обсуждают вопросы сотрудничества в сферах экономики, экологии, культуры, науки и туризма. Чтобы поучаствовать в восьмой по счету конференции в столицу Ненецкого округа, приехали делегации из Норвегии, Финляндии и других северных стран. Российскую сторону представляет зампредседателя Государственной Думы Ольга Епифанова. Все вместе они решают, как сделать так, чтобы человеку в холодных регионах жилось комфортно и при этом не навредить уникальной экологии Арктики. Место проведения международной конференции выбрано не случайно. Именно в Наринмаре, по словам участников, можно прочувствовать уникальную атмосферу Заполярья, да и Арктики в целом. Ведь одна из главных задач парламентариев – повысить качество жизни людей в северных широтах, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие, а еще защитить природу. Выступая на открытии конференции, председатель местного собрания депутатов Анатолий Мяндин заявил, сохранение экологии для Ненецкого округа – тема всегда актуальная. В регионе работает множество нефтяных компаний. Они-то и представляют опасность для хрупкой природы Арктики. Еще одна проблема – неразвитая инфраструктура. Наш округ – единственный субъект европейской части России, не имеющий круглогодичного наземного сообщения с остальными регионами страны. Все эти проблемы нужно решать сообща, уверены участники конференции. Как вариант – использовать опыт других государств, входящих в Баренц регион. Ведь, по сути, проблемы у северных стран одни и те же – сложная логистика, неразвитая инфраструктура, климатические особенности. У нас есть с вами русская пословица «один в поле не воин». И это относится и к странам тоже. То есть, поэтому, если у нас одинаковые вызовы, одинаковые социальные проблемы, экологические, транспортные, если у нас одинаковая задача сделать экономику, мы можем сделать ее лучшее месте, значит, нам и надо собираться. И только вот все время обсуждая, знакомясь, общаясь и работая в рабочих группах, мы можем постепенно этот процесс сдвигать. И действительно, результаты есть. Особое внимание парламентарии уделили теме массового туризма на территории Баренцева региона. Как показывает статистика, большинство отдыхающих в арктических странах – граждане южных государств. По словам директора международного Баренцева секретариата Томаса Халберга, это связано со сложностями при получении визы с северянами. Я сам путешествовал по Баренцеву региону, останавливался во многих гостиницах и встречал туристов, 99% которых были из Азии. Мы, естественно, можем смотреть на цифры и видеть, что они увеличиваются, увеличиваются, и задавать вопрос, что же ждет нас в будущем. А стремиться есть куда. По прогнозам экспертов, если северные страны, входящие в Баренц регион, создадут для туризма все необходимые условия, то уже в ближайшее время количество отдыхающих может увеличиться с сегодняшних 10 тысяч в год до 40. В перспективе и такие круизные прогулки по таким городам, как Мурманск и Архангельск. В этом случае иностранцам не потребуется оформлять визы. Но при этом нам нужны гостиницы, нам нужен нормальный транспорт, чтобы его перевезти. Нам, извините, нужны гиды, которые говорят на как минимум английском языке, которые могли бы проводить хорошую экскурсию. Кстати, на севере можем получить большое количество туристов благодаря еще чему. Здесь сохранился уклад, а иностранные туристы очень интересуются именно культурой прошлого. И у нас может быть экотуризм, так ведь? У нас прекрасная охота и рыбалка. То есть у нас есть то, чего фактически нет в южных регионах, и то, что и Москва Питер не может предоставить. Благодаря таким конференциям законодатели соседних государств могут одновременно выдвигать и реализовывать свои инициативы для развития сотрудничества стран Баренцева региона. То есть диалог между депутатами получается прямым и максимально эффективным. Это подчеркнул и Сергей Коткин, представляющий интересы Ненинского округа в Государственной Думе. Мы напрямую задаем друг другу вопросы. Мы поднимаем те проблемы, которые волнуют жителей тех или иных государств. И в итоге, когда мы научились слушать друг друга, мы принимаем конкретные решения и резолюции, которые являются, видимо, основой такой для принятия решения, прежде всего, правительству, государству. В период своего руководства Советом Российская Федерация нацелена на решение задач по содействию социально-экономическому развитию Баренцева региона с акцентом на рациональное использование научно-инновационных и ресурсных возможностей региона при одновременном соблюдении необходимых экологических стандартов и должном учете интересов коренных народов. Приоритеты российского председательства СБЕР, как вы знаете, это транспорт и логистика, окружающая среда и климат, культура и туризм. Постоянное сотрудничество между северными странами благоприятно сказывается и на кадровой политике региона. Так, студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума, будущие специалисты на предприятиях региона, имеют возможность участвовать в международных проектах и ездить на стажировки в соседние государства. В рамках сохранения культурного наследия и социально-культурного развития коренных народов Севера с 2010 года осуществляется международное сотрудничество колледжа и техникума с университетом Арктики, центром образования Саамского региона, колледжем в Каутакейна и колледжем в Виннери. Это и участие в различных проектах, в том числе и в конгрессах университета, и участие в ассоциации БЭБА, которое переводится как «За развитие образования в оленеводстве». Вторая половина дня конференции началась с возложения венков. Делегаты во главе с Игорем Кошиным и Ольгой Епифановой принесли цветы к обелиску Победы, памятнику участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, монументу, установленному в память подвига олено-транспортных батальонов. Затем деловая программа продолжилась в рамках второй сессии. Тема выступлений – экономическое развитие транспортной инфраструктуры. По мнению заместителя председателя Государственной Думы, решение этой проблемы – ключевой момент в полномасштабном освоении Арктики. Сегодня она – зона интересов множества государственных организаций и коммерческих компаний. Чтобы не возникало противоречий, необходимо применение норм международного права и принятие Полярного кодекса. Все эти предложения в взаимодействии с нашими партнерами мы планируем отобразить в разрабатываемом в настоящее время в совместном транспортном плане Баренцевой региона. Это довольно объемный документ, который идентифицирует 16 основных транспортных коридоров, которые проходят вдоль Баренцевой Арктической транспортной зоны и в том числе определить дополнительные воздушные полосы. Также в парламентарии говорили на тему экологии, изменений климатических условий и рисков, связанных с потеплением. Все предложения докладчиков войдут в итоговую резолюцию, документ, на основе которого страны продолжат сотрудничество во имя инновационного, умного и устойчивого Баренцева региона.